Всем привет! И сегодня мы сделаем очень вкусный бутерброд. У нас есть батон и лепешки. Кстати, как делаются такие лепешки, у нас есть видео на канале. Ссылка будет внизу, а также появится подсказка в углу экрана. Для начала берем кусочек колбасы и тонко ее нарезаем. Колбасу мы нарезали, убрали. Теперь режем тонко помидор. Нарезав помидор, приступаем к нарезке лука. Лук можно нарезать кольцами или полукольцами. Это на ваше усмотрение, но стараемся нарезать лук как можно тоньше. Также было бы неплохо взять пару листиков салата, немного сыра и кетчуп. Итак, начинаем делать бутерброд. Берем сковороду и добавляем в нее немного сливочного масла и ставим на газ. Масло растопилось. Кидаем на сковородку 4 колбаски и обжариваем. Колбаса с одной стороны обжарилась, обжариваем ее с другой стороны. Итак, колбаса обжарилась, снимаем ее на одну из лепешек или же в тарелку. Газ выключаем. Берем лепешку и на горячей сковородке и в масле разогреваем ее. Да и к тому же лепешка впитает в себя часть сливочного масла с колбасой. И вы только посмотрите, что у нас получилось. Остается дело за малым. Кладем на половинку лепешки листик салата. Сверху кладем 4 кусочка жареной колбаски. Тоненько порезанные кусочки помидорки. Немного лука. И сверху поливаем кетчупом. Если кто-то предпочитает кетчупу майонез, то можете добавить его. И берем дольку сыра. Рвем ее пополам и кладем на наш бутерброд. Уложив ингредиенты, складываем бутерброд пополам. Вот такой сочный, красивый, а самое главное, очень вкусный бутерброд или же пита можно сделать за небольшое количество времени, при этом используя скромный набор продуктов, который чаще всего можно найти в холодильнике. Но это еще не все. Сейчас мы сделаем другую вариацию такого бутерброда. Итак, начинаем. Берем батон и разрезаем его пополам. Одну половинку пока убираем в сторону. Эту половину хлеба разрезаем пополам, но не до конца. Так как у нас турецкий хлеб, то он режется плоховато, но ничего страшного. Все, готово. Теперь добавляем на сковороду сливочного масла и разогреваем. И вот масло разогрелось. Выкладываем колбаску, выложим 6 кусочков и обжарим. О, колбаса обжарилась, пора переворачивать. Теперь обжариваем с другой стороны. Все, колбаса готова. Снимаем. Лепешка, на которую мы снимаем колбасу, в конце концов, станет настолько вкусной, что на ее не нужно будет добавлять никаких ингредиентов, так как она впитает в себя все самое вкусное. Выключаем газ. Берем пол батона и трем его об дно сковороды, промакивая его в растопленном сливочном масле и колбасе. Готово. Также кладем лист салата. Накидываем колбаски. Добавляем помидорчики. И посыпаем все это дело лучком. Заливая, в конце концов, это все кетчупом или майонезом. По вкусу. А сверху докидываем пару ломтиков сыра. И так, что же мы имеем по итогу? А имеем мы горячий, вкусный, нарядный бутерброд быстрого приготовления. А какой бы из этих двух бутербродов предпочли бы вы? Забегая наперед, скажу, что я выбрал оба. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете написать в комментариях свой рецепт любимого бутерброда. Всем приятного аппетита и до новых встреч!